Приветствую вас на канале Нотик! Сегодня мы рассмотрим ноутбук Asus Vivobook S14-S430FA Не слишком дорогой, компактные размеры, хорошая производительность Давайте посмотрим на него поближе Крышка ноутбука выполнена из алюминиевого сплава На ней присутствует лютикальная шлифовка, декоративная, никаких рубцов здесь нет И общатки пальцев практически не остаются Остальная часть корпуса выполнена из пластика Рабочая поверхность и дно ноутбука, они серые в тонн крышки А вот по бокам идет такая вот полоса Она то ли оранжевая, то ли красная Я своими глазами не могу точно сказать Но выглядит на контрасте очень прикольно Наверняка найдутся люди, которым это решение понравится Клавиатура у нас лишена цифрового блока Стандартная для линейки Vivobook Здесь присутствует диодная подсветка трехуровневая Единственное, что мне не понравилось То, что через какое-то время клавиатура тухнет То бишь она не работает постоянно Это очень странно Мне больше нравится, когда работает постоянно Что касается тачпада, он большой, занимает много места Им удобно пользоваться и хорошо воспринимает жест Диагональ дисплея составляет 14 дюймов Разрешение Full HD Покрытие антибликовое И это IPS-матрица от компании B.O.E. Она имеет 45% покрытия целопространства NTSC Примерно равно 50-51, может 53% покрытия целопространства с RGB Все матрицы так же как кристаллы индивидуальны Поэтому у всех немножко по-разному все идет Но вы можете ориентироваться на эту цифру Также по спецификации этого экрана заявлена яркость 300 нит Но я, к сожалению, не увидел этих 300 нит У меня такое ощущение, что здесь стоит 250 нит Либо, может быть, 270-280 Мне комфортно было им пользоваться при 80% показателя по этому параметру Но, в принципе, матрица неплохая Для дизайнеров не подойдет А вот для работы самое то Никакого дискомфорта лично я не испытал Что касается звуковой системы Она состоит из двух динамиков, настроенных по технологии Sonic Master И если вы берете ноутбук для работы И для всяких там, не знаю, скайп-конференций Может быть, просмотров каких-то видеороликов на YouTube Может быть, каких-то сериалов во время обеда То да, это будет без проблем Но все равно лучше использовать наушники Как звук тогда будет значительно лучше Так как ноутбук Asus Мы ожидаем увидеть два порта USB 2.0 И да, вот они, два порта USB 2.0 Рядом находится картридер microSD А с правой стороны мы видим USB 3.0, HDMI, USB Type-C И комбинированный аудиовыход Толщина ноутбука составляет 1 см и 8 мм А весит он всего 1 кг и 400 г В рассматриваемую модификацию Установлен низковольтный процессор Intel Core i5 Маркировка 8265U Это поколение Whiskey Lake Здесь 4 ядра, 8 потоков, штатная частота 1,6 ГГц Также у нас присутствует 6 ГБ оперативной памяти SSD-накопитель на 256 ГБ И Windows 10 здесь уже установлено Никаких дополнительных фишек Как не знаю, как камера или дискретная видеокарта Здесь само собой нету Это обычная рабочая лошадка И чтобы это подтвердить Я сразу начну с бенчмарков Ноутбук в принципе показал очень-очень хорошие результаты Я вот чисто просто из интереса Посмотрите вот результаты бенчмарка Потом зайдите по видео, которое находится в описании Это Acer Swift 5 на базе Ice Lake И посмотрите, какие результаты показал тот i5 И посмейтесь, подумайте, что это ноутбук Который стоит, кстати говоря, всего 46 тысяч рублей Лучше того, который стоит 80 с лишним И даже если подвергнуть процессору стресс-тестирования В программе AIDA64 Без андерволтинга мы видим стабильные 2,4 ГГц Сделаем андерволтинг Получится 2,7 ГГц Что также является прекрасным показателем Для низковольтного процессора Установленного в довольно бюджетный корпус Как для ультрабука И мне это как раз-то понравилось Если вы, например, ищете, скажем так, не сильно дорогой Довольно компактный ноутбук Котором предполагаете использовать процессор Причем так довольно серьезно То это хороший вариант Просто это рабочая лошадка С нормальной производительностью процессора Мне это понравилось И да, кстати, если вы вернете к стресс-тестам Посмотрите температуры Там 66-67 градусов Что также является прекрасным показателем Сдает ли он шум при работе и загрузке 100%? Да, издает Слышно его? Да, слышно Не какое-то шуршание А прямо именно слышно, что он работает Единственное, что этот шум без проблем тонет В общем звуковом фоне Например, офисного помещения Я работаю в open space И я не слышал, что он шумит Только когда я с утра приходил, делал тесты Да, и звук какой-то был Такое бывает Еще один важный момент, который стоит сказать Так как мы говорим об ультрабуке Это время автономной работы Здесь установлен трехэлементный аккумулятор На 42 ватт в час И, кстати говоря, он показал довольно неплохой результат У меня получилось 6 часов 30 минут Это при сбалансированном режиме питания Оптимальная производительность И 70% яркость Я смотрел Full HD видео на YouTube Стрим на какое-то количество часов Я сейчас прохожу игру Valkyria Chronicles И параллельно, я обычно когда прохожу какую-то игру Параллельно я ставлю стрим на ноутбуке, который я тестирую И смотрю, как там все у них весело в конце игры Но я отвлекся Если поставить режим Better Battery Я думаю, можно выжать еще примерно час этого ноутбука Это получается уже целый рабочий день В принципе, если вы работаете с документами и не будете сильно нагружать процессор То да, на почти целый рабочий день его будет достаточно И это великолепно Так что же мы получаем за 46 тысяч, которые стоят этот ноутбук Стильный корпус Кому-то может он понравится, кому-то не понравится Эти боковые грани прокрашенные то ли оранжевым, то ли красным цветом У меня беда с глазами, я такое не различаю Мне понравились именно серые элементы корпуса На них практически не остаются отпечатки пальцев Мне понравилось, как работает процессор Мне понравилось, что у клавиатуры есть подсветка Неплохой дисплей, хотя могло бы быть и лучше То есть дизайнерам, конечно, не подойдет Но, опять же, я, по крайней мере, позиционирую этот ноутбук как рабочую лошадку Поэтому 45% того пространства NTSC И это более чем приемлемо Работать с документами Или, как я, просто занимаюсь тем, что пишите тексты Покупать или нет, конкретно этот ноутбук решайте сами Стоит он, конечно, дороговато Хотелось бы вот то же самое все получить Но 1000 так за 33, я не спорю Но, к сожалению, все так, как есть Большое спасибо за просмотр и до свидания Продолжение следует...